Вот, собственно, об американской стороне, потому что, смотрите, если Путина нет в живых, то почему мы не видим никакой реакции на Западе? И более того, мы сейчас видим как раз на Западе давление на Зеленского, чтобы он перешел к переговорам с Россией. Об этом говорят просто разные европейские источники. Юля, вот вы очень правильно употребили глагол, да, мы не видим, вот вы не видите, я не вижу. А между тем эти действия есть. На время были прерваны консультации с Российской Федерацией. До того момента, как станет понятно, кто в ней власть. Как только стало понятно, кто в ней власть, консультации возобновились. А власть в ней Николай Платонович Патрушев. И сейчас обсуждается возможность обмена. Уже обсуждается. Украина на Израиль. Обсуждается. Что Российская Федерация взамен на отказ Соединенных Штатов, ну или точнее не на отказ, на пессимизацию поддержки Украины, отказывается от поддержки арабского, как это в советское время, национально-освободительного движения. Вот. И справедливая борьба народа Палестины за создание собственного государства. И отказывается вообще от многих вещей. В общем, вы нас не трогаете, вы не мешаете нам здесь наводить свой порядок в Российской Федерации в первую очередь. Честно, интересует Российская Федерация. Американцы очень даже за. Их интересует только одно. Кстати, они прекрасно знают, что Путина нет. Об этом знают британцы. Об этом знают все западные правительства. Китайцы прекрасно об этом знают. Всех интересует только одно. Сохранение статус-кво. Никто не хочет конфликта внутреннего в ядерном государстве. С опасностью расползания ядерного арсенала. Всех все устраивает. Если кто-то всерьез рассчитывал, находясь в Лондоне, Вильмисе, Тбилиси, не знамо где, что американцы будут поддерживать борьбу демократов изне России за демократическую революцию, он глубоко заблуждается. Ничего подобного. Они готовы поддержать любого аллигатора здесь. Любого. Если тот им пообещает, что для них не будет угроз. Так Николай Павлович Патрушев уже публично пообещал это. Знаете, он сказал это публично, что ядерное оружие гарантирует нам безопасность на десятки лет. Это очень важное заявление. Это означает на десятки лет, что мы не намерены его использовать. Тем паче, по его же словам, у нас же приоритет уже по части некоторых новинок, что, конечно, мягко говоря, не соответствует действительности. Все это тоже косвенные доказательства, которые внимательно считываются. Ну или мир вообще не таков, каким он кажется. Он не хуже и не лучше. Он просто другой. И это сейчас происходит на наших глазах. Это тектонические изменения. Начало тектонических перемен. И надо просто понять, что это началось. А не сопротивляться действительности, которая сейчас лезет. В окна, потом в двери. А люди будут закрывать глаза, как дети. И говорят, ну нет, я не вижу, значит, этого нет. Уже не получится очень скоро этого. В чем выражаются тектонические изменения? В том, что в России будет формироваться новая политическая реальность. И эта новая политическая реальность будет чрезвычайно, я бы сказал, бурной. Это крутой маршрут. Вот когда я упоминаю фамилию Патрушева, я вовсе не имею в виду, что его власть здесь кристаллизуется. Кристаллизуется власть его группировки. Ничего подобного. Все пойдет в разнос. И к этому надо быть готовым. В России как раз, я об этом много раз говорил в этом году, когда мы с вами общались. Я думаю, вы помните, что самые тяжелые испытания впереди. И вот сейчас они наконец-то начинаются. Пока это относительно спокойная, еще невидимая фаза, невидимая широкому обществу. Скоро она станет заметной всем, и скоро мы все это почувствуем. Но главное, сможем участвовать. Если мы готовы. А если мы сопротивляемся реальности, то мы остаемся зрителями. Мы будем сидеть на диванах, смотреть YouTube-передачи и говорить. Ай-яй-яй, что они творят? Что они творят? Ну, мы подождем еще немного, будем на что-то надеяться. Правильно. Я понимаю, что вы именно поэтому остаетесь в Москве, что не хотите сидеть на диване. Я никогда этого не скрывал. Я всегда говорил, что да, судьба России будет решаться не в Вильнюсе, не в Соединенных Штатах, не в Лондоне и не оттуда. Она будет решаться в России и в первую очередь в российской столице. Это первое и второе. Это экзистенциальный выбор. Я со своим народом. Как бы ему ни было хорошо или плохо, я всегда буду с ним. Это последовательная четкая позиция. Ну, хорошо. Допустим, что про Ермо и Александра Невского и про то, что надо получить ярлык, поглядывая не Китай, говорит не Путин, а его двойник. Тем не менее, правильно ли я понимаю, что это он все-таки выражает мнение каких-то, ну... Ничего подобного, Юля. Это самое смешное. Ему просто, понимаете, его пучит от состояния внутренней значимости. То есть, вот есть текст, вы посмотрите, когда он говорит, у него тезисы, да? А потом вдруг от них отходит, и он начинает выплескивать свое скудное эго. Именно скудное эго и болезненное весьма эго. Это уже бывший социальный маргинал. Человек, сильно пивший в свое время, да? Который в силу некоторых своих антропологических и социальных качеств оказался востребован. Его просто несет. И его несет так, что это вызывает ужас уже у его кураторов. Но им его неким заменить. Понимаете? Когда-то было время, еще не так давно, когда они могли двойника заменить настоящим Путину. Так сказать, двойник появлялся гораздо чаще, чем тогда еще бывших живых президентов. Сейчас двойника заменять уже неким. А выборы проводить они пока еще не готовы. Надо определиться для себя, когда проводить выборы, кто на них пойдет, с какой диспозицией. Вопросы, которые остаются неотвеченными. Поэтому нет, Юля. Это все не выражение коллективного бессознательного элиты. Элита в ужасе. Ну то есть ее устраивает пока статус-кво, если удастся его сохранить. Но надолго его сохранить не удастся. И они, по-моему, уже это стали осознавать и ощущать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok